Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен, номер 1085, событие дня, Псалом 114, 1 стих. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, за 5 декабря 2018 года и объявление. Попросили сделать, давно уже стоит, кто-то поможет. Вот, всегда тормозните, посмотрите, что тут. Сергей, Сергей, спаси Христос, отец Игнатия. Я разговаривал с новым участником нашего сообщества, Кадушкиным Юрием, который проживает в Кемеровской области и бывал не раз в Донбассе с оказанием гуманитарной помощи детям. В поселке Аховатка, Янакевского района, он впервые познакомился со староверами, и они ему понравились своим строгим образом жизни, которого он не наблюдал в нашей православной церкви МП. Потом Господь привел его на твой сайт во свете Библии, и это всерьез и надолго. Он занимается на своей родине военно-патриотической работой среди школьников, имеет двух сыновей, а в армии служил пограничником. Под влиянием твоих проповедей о Священном Писании его ум стал просвещаться, и он начал готовиться к принятию их крещения через троекратное погружение. Серьезно отнесся к повелению Бога не портить края бороды своей, отказался от галстука, как масонского атрибута, не пьет и не курит. Хочет получить разрешение приехать в следующем году в Потеряевку для принятия таинства крещения. Слава Богу, что он через своих соработников приводит к себе вся новая и новая душа. У меня тоже есть вопрос, отец Игнатий. Такого порядка священник, который меня крестил с младшим сыном Сергеем год тому назад в водоеме с троекратным погружением, правда, без миропомазания и вхождения в алтарь, которое уже было в детстве как меня, так и у сына Сергея, приглашает меня в храм, где он служит. Это в 15 километрах от города Углидара. Я ответил, что посоветуюсь с моим духовным отцом, которого и он уважает, то есть с тобой. Есть ли воля Божия, чтобы я ездил по воскресеньям к нему? Отец Игнатий, раньше я решал такие ответственные вопросы путем чтения капизмы с вложением в псалтырь записки с ответами «да» или «нет». Сейчас у меня есть отец во Христе «ты», хотя я все еще не достоин считаться твоим духовным щадом. Отче Игнатий, помолитесь обо мне, что будет положено тебе на сердце от Бога по моему вопросу. То и нужно мне сделать. Храни тебя и ближний Господь. Аминь. Игнатов Сергей, город Углидар, 5 декабря 2018 года. Отвечаю. Если нет никаких канонических препятствий, то помогайте. Но не участвуйте в беззакониях. Не касайтесь нечистых свечей. Молчите всегда. Не помогайте портить людей мощением лба, которое лживый делатель называет крещением. В фото в облачении пришлите Елена. А однажды зашли в Антиохийскую церковь наши женщины. А там икона на стенах. Но высоко. И наши женщины давай подпрыгивать, чтобы поцеловать-то. А другие смотрели и улыбались. А я в то время уже была знакома с Игнатием Тихоновичем. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Спаси Христос. Роман. А вдруг это призрак, а не икона, мираж. Выдержку откуда берет. В ваших краях бывают миражи в пустыне. Вложи пальцы твои в ребра мои, чтобы ты был верен. Блаженно не видевшие и поверившие. Это роман не выписывает, как есть. Там не написано «был верен». И не быть неверующим. Елена написала стихотворение где-то здесь. «Уткнулись души в телефоны, и старый мал на связи там. И дарит сатана купоны, чтобы забыли благодать. В ловушку эту все попали, и праведники, попы. Куда же Библии пропали? Айфоны модны с кафедры. Транслируется с экрана любая притча и псалом. У христиан одна забава. Вместо молитвы – телефон. Если под подушкой будет лежать родимый телефон, сигнал пришествия разбудит. Ну а куда душа потом? Блаженны были те, кто рядом с Христом ходили каждый день. И были скромные наряды, сердца открыты для людей. Грядущий день и за горами, не будет телефонов там. А будем мы на небе с вами и стратим жизнь на мегабайт. «Уткнулись души в телефон это. Ватсап открыли, кнопка чат. И интернетные просторы поймали в сети Божьих чат. Нам не заменят телефоны общения близкого с Христом. Мы лично с ним, друзья, знакомы. Он наш спаситель, царь и бог. Поднимем взор в родное небо. И вспомним благодать и дар. Стал телефон насущным хлебом. Прости, Спаситель, это нам. Мы приготовим наши души встречать пришествие Христа. Дай, Господи, нам хлеб насущный. Храни от соблазнов сердца. И, преклонив колени наши, мы исповедуем свой грех. Что телефоны держим чаще. И смотрим вниз, а не наверх. Нас усыпили телефоны. Забыли мы молитвы и вкус. На первом месте лишь айфоны. А должен быть Господь Иисус. Ну и дальше тут считайте сами. Я буду проводить дальше. Вот тут Наталья говорит, сказать, смотреть прежде всего. Царствие Божие, а остальное все приложится. Это говорят и попы, и патриарх, и все остальное. Нет этого. Это обман. И обман очень большой. Сатаны прямо. Так, не остальное, а сие. То есть, это, впереди, что говорится. Приложится. Пища и одежда. А остальное это все. И машины тебе надо, и выпивка, и дачи. Нет такого остального. Нету нигде. А читают, Библию держат в руках, и в это время у них пелено на глазах, и читают остальное. До остального конца не будет. Если не хватает какой-то деталек в машине, приложи ее, Господи. Не хватает мужа, приложи. Взять свой крест и следовать за Христом гордым тяжело. Пока нет Иоанна 3.3, все по плоти рассуждения такие. А когда ты стремишься спасти душу, то терпишь все, и не обращаешь внимания на такие мелочи жизни. Вот, Наталья, нету остального, а все. Сие. Сие. Виталий, место видео о посчитании родителей. Дети, послушайте меня, Отца, и поступайте так, чтобы вам спастись. Ибо Господь возвысил Отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями. Посчитающий Отца очистится от грехов, и уважающий Мать свою, как приобретающий сокровище. Посчитающий Отца будет иметь радость от детей своих, и в день молитвы своей будет услышан. Уважающий Отца будет долгоденствовать, и послушный Господу успокоит мать свою. Боящийся Господа пощит Отца, и как владыкам послужит родившим его. Делом и словом почитай Отца и Мать, чтобы пришло на тебя благословение от них. Ибо благословение Отца утвердит, да мы детей, а клятва Матери разрушит до основания. Не ищи славы бесчестия Отца твоего, ибо не слава тебе бесчестия Отца. Слава человека, а чести Отца его, и позор детям, Мать в бесславии. Сын, прими Отца твоего в старости его, и не огорчай его в жизни его. Хотя бы он и оскудел разумом, имея снисхождение, и не предберегай им при полноте силы твоей. Ибо милосердие к Отцу не будет забыто. Несмотря на грехи твои, благосостояние твое умножится. В день скорби твоей воспомянется о тебе, как лед от теплоты разрешаться греха твои, оставляющий Отца то же, что богохульник, и проклят от Господа раздражающий Мать свою. Вот это Виталий выписал, и Слово Божие, ну и другие, пусть почитают, а то не все знают. Сергей Игнатов, спаси Христос, мужи и братья. Временно стало такое, что с дальними по расстоянию общение порой теснее, чем с ближним через стенку. Такую возможность дал нам Господь через Мартина Купера, мобильный телефон, и Тим Бернерс Ли, компьютер. Львиную долю моего свободного от работы времени и тоже за компьютером занимает просмотры или прослушивание видеороликов нашего духовного Отца Игнатия Тихоновича Лапкина. Для меня они стали, как кислород в нашем удушливом мире, полным человеческих страстей и занятий, не связанным с рождением себе нового человека во Христе Иисусе. Эти и другие полезные для души человека видеоролики я ретранслирую через интернет сотням и тысячам людей. Смотрят их те, кого призвал к себе Господь. А они-то и вкушают эту духовную пищу, основу которой составляет Слово Божие. Его пламенным проповедником является по благодати Божией наш духовник-наставник, помощник и советник, имя которого уже не нужно никому представлять, ибо все мы Его знаем. Пишу о Нем с большой буквы и чувство большого уважения и признательности. Вокруг Него объединились столько родных для меня во Христе душ, что я непрестанно благодарю за это нашего Господа Бога. Аминь. Елена пишет, Сергей, аминь. Я пишу. Все просчитал. Жаль, что не даете согласия это письмо. А это я другой пишу. Сестре одной, она большое письмо написала. И говорит, не выставляйте. А такое полезное, что не даете согласия это письмо включить в события дня. Немалая польза была бы многим. Молния, она говорит, там повсюду нужно ликвидировать, а за застежки. Заменить пуговицами или на резинке в охват туго. У меня никогда не было молнии. Терпеть их не могу. Это дыра в бюджете, и деньги уходят бракоделом. Ваша экономия – это стиль моей жизни. Молодец. А ролики ваши можно выставить? Не прячьтесь. Польза бывает и там, где не ждешь. Ну, вот видите, еще как приходится уговаривать. Вот здесь у нас «Мой мир». Тут очень богатые люди заходят. Тут легко общаются. Вот вверху адрес дается. И наш православный форум. 1600 тем. Богатый очень. И, конечно, православный видеоканал. Открытым оком о свете Библии. Еще в сравнении с другими тут не очень так. Ну, вот. Однако мы даем, что есть. Вот я выставил сколько назад. Один час назад. Никита Колесников. Как проводят досуг бедные. Уже 216 человек посмотрели. Ролик этот. Вот такой. Василия тут смотрят. Василия. Василий пришел ко мне ночевать. Сергей Пупков. 152. Василия тут любят. Ну, и. Вот. Златоуста насчитаны за час. Ни одного просмотра. Ни одного. Князь Черниговский. Игорь. Шесть просмотров. Яна Златоуста батюшка считает. Пять только. Ну, вот видно, к чему люди тянутся больше. И во свете Библии. Большой православный библейский сайт. Очень. Очень богатый. Просим милости. Заходите. Ну, на этом и все сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.